Друзья, сегодня будет необычный выпуск. Не так давно я обнаружил и сделал репост интересный с моей точки зрения статьи Георгия Зотова, где убрал последнее прижизненное интервью у героя Советского Союза Мелитонова Ролановича Контарии. В группе охват людей, прочитавших статью, к сожалению, был небольшой, поэтому решил сделать отдельный выпуск. Со всеми же статьями автора можно ознакомиться, пройдя по ссылке в описании к видео. Красный цвет победы над поверженным Берлином мы запомнили навсегда, но вот о послевоенной судьбе одного из людей, водружавших флаг, знают немногие. Август 1992 года в Абхазии, только что занятой грузинскими отрядами. В городах бывшей всесоюзной здравницы грабежи и стрельба. Мне 21 год, молоденький корреспондент в командировке в составе группы журналистов. «Крепкий старик приглашает меня за стол. Ставит миску с персиками, источающий слезу сыр салугуни, наливает до краев в стаканчик чачу. Рука не дрожит, твердая, как и должна быть у солдата. «Давай выпьем, сынок, за великий советский народ», — говорит дед. «Мы сошили стаканы, и он начинает плакать. Знаешь, почему Егору завидую?» — произносит хозяин дома. «Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за которую ему Гитлеру шею сломали. Я тоже бы не хотел до этого дожить. До сих пор не понимаю, что случилось. Скажи, сынок, куда мне знамя нести? Где его теперь водружать?» Чуть более чем через год, 26 декабря 1993 года, 73-летний герой Советского Союза Мелитон Варламович Контария умер от инфаркта в поезде, по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Его имя гремело на весе СССР. Один из двух бойцов РККА, закрепивший 1 мая 1945 года красное знамя над Рейхстагом в Берлине. Но о том, как сложилась жизнь Мелитона после этого исторического момента, знают немногие. Контария очень обижался на газеты, ставшие в конце перестройки, публиковать мнение якобы экспертов, дескать, удружение флага было постановочным и вообще не очень-то нужным. «Хороша постановка Геноцвали, объяснял мне с грузинской горячностью жестикулируя руками, в Рейхстаге СС на улицах Фольштурм. По нам виду шквальный огонь и шмайсеров. Целый рот автоматчиков прикрывает. Нас потому-то троихи отправили. Если двоих убьют, хоть один доберется. Материя красная, ее издалека видно. Пули со всех сторон свистели. Кстати, флаг Контария закрепил собственным ремнем и при возвращении с опасного задания получил устный выговор от командира. «Боец, как ты выглядишь? Где же твой ремень?» На Великой Отечественной уроженец грузинского села Джвари, это запад республики, сражался с декабря 1941 года. Прошел все фронты, был ранен, но еще до окончания лечения вернулся на передовую. «Я не герой», – пожимал плечами Контария. «Все просто. Либо ты убьешь немца, либо немец тебя. Так мы и действовали». По словам внуков, Мелитон не любил рассказывать о войне, как и многие ветераны. Им не хотелось возвращаться памятью в боль, кровь и потерю товарищей. Переехав в Абхазскую АССР в 1946 году, 26-летний Контария пошел работать в шахту. Велся по-простому, не звездился, с традиционным грузинским гостеприимством, охотно принимал любого человека, зашедшего к нему в дом. Затем вкалывал в сухую меч Амчири, возглавляя бригаду плотников. Вскоре его предложили представить к званию Героя Социалистического Труда, и Мелитон отказался. «Зачем? У меня же есть одна звезда. Отдайте ее более достойному человеку». В 1962 году к Антарии приехал сам Георгий Жуков и жил в гостях у Мелитона неделю. Встречали маршала с грузинским гостеприимством, гуляла все село. Жуков тогда возмущался, что Контария выбрал мирную жизнь. «Тебе пора в офицеры, в военную академию идти, там и генералом станешь. Давай, я помогу». На что Мелитон не согласился. «Война если будет, я снова родину защищать простым солдатам пойду», – сказал он. «А пока погоны надевать не хочу». Четыре года под пулями до конца навоевался. Со своим напарником по Рейхстагу Михаилом Егоровым Контария крепко дружил, и боевые товарищи постоянно ездили друг другу в гости. Егоров в 1975 году погиб в автокатастрофе. Он ехал в подаренной колхозом «Волге». И для Мелитона это событие стало страшной потерей. Контария, хоть и сам любил покататься, больше не садился за руль своей «Волги» и продал ее участникам. Только через 30 лет после Отечественной войны в 70-х годах к Мелитону Варламовичу пришло материальное благополучие. Он получил в центре Сухуми трехкомнатную квартиру и пересел в кресло директора мясного магазина на центральном рынке. Очень хлебное, особенно для Кавказа, по тем временам место. Правда, в торговле покоритель Рейхстага ничего не понимал, и всеми делами по рынку занимался его заместитель. Также Контарию избрали тогда депутатом Верховного Совета Грузинской ССР, но эта работа ему не нравилась. На заседаниях он откровенно скучал. Супружеская жизнь у Мелитона не сложилась. Он хотел развестись с женой, но развестись не смог. Вызвали в горком партии и строго заявили. Не смей. Раз ты член КПСС и герой Советского Союза, развод прогремит скандалом на весь СССР. Поэтому с молчаливого согласия партийных начальников у Мелитона появилась вторая семья с русской женой. Удивительно, но первая жена с ним не поругалась, заявив. Ты с войны вернулся. У тебя право есть хоть 10 жен заводить. Обе супруги Контарии, официально и неофициально, умерли в 1983 и 1984 годах от онкологии. После этого герой войны уже не женился, он старался избегать выступлений в школах, не рассказывал о своих подвигах, кино про войну не смотрел, выключал телевизор. Война это ужас, сказал внуку Контария. Не дай бог ее снова увидеть. Однако Мелитону Варламовичу все-таки пришлось лицезреть новую войну. Развал СССР потряс его до глубины души. Фашисты не смогли нас сломить, так мы сами себя уничтожили. Печально говорил мне Контарий за столом. Сынок, это катастрофа, что теперь будет? Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов. За нашу советскую родину. Гитлер-собака, наверное, сейчас был бы счастлив, увидев, что творится. Старик отказался уезжать из родных мест, но после победы Абхаза в сентябре 1993 года выбора не осталось. Грузины массово бежали из Абхазии, опасаясь этнических чисток. Тогда мэрия Москвы предоставила Мелитону Контарий и его семье однокомнатную квартиру на окраине и, бросив имущество почти без денег, его накопления в сберкассе сгорели, как и у всего населения СССР. Участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь. Родной Грузии он оказался не нужен. Купе же у Контарии не выдержало сердце. Слишком много испытаний выпало за последнее время. На панихиду не пришел ни один из представителей тогдашнего правительства РФ. У чиновников Ельцина были другие герои и человек, славивший Сталина, был неудобен. Похоронили Мелитона Контарию в Грузии в родном селе Дживари. Там же ему был установлен памятник. Все пошло прахом, за что я воевал. Печально сказал мне Контария в нашей первой и последней беседе. Я грузин, но моя страна СССР. Сейчас кажется, мы отдельно будем жить лучше. Но ничего подобного, помяни мое слово. Да уж, как в воду глядел. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok